Спорту все возрасты покорны. Больше того, даже ограниченные возможности здоровья не являются препятствием для желающих попробовать свои силы в соревнованиях. В Славянске-на-Кубане прошел очередной этап спартакиады среди людей, чья воля к победе сильнее жизненных трудностей. Соревнования «Мир без границ» по настольному теннису среди людей с ограниченными физическими возможностями здоровья проводятся уже не первый год. Участников спортивного праздника поприветствовал начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа. Очень приятно, что в этом году существовало впервые команды Крыма. Давайте поприветствуем еще раз команду. Все, что мы проводим, все мы имеем в начале, все мы имеем в организации. С чего это все начиналось? Мне очень приятно, что это все началось по представлению нашего века. Как сегодня это представление, что мы всегда сходим в личной ручке. У меня вообще-то, что мы получили хорошие новости, чтобы были прекрасные, прекрасные, прекрасные боевики, и, конечно, победить сильнее. Более 130 спортсменов из 18 муниципалитетов края собрались в спортивном комплексе «Лидер», чтобы сразиться в очередном этапе спартакиада Черноморского побережья. За победу боролись участники из Краснодара, Уст-Лобинска, Новороссийска, Крымска, Белореченска, Анапа, Керчи, Северского, Тбилисского, Красноармейского районов. В Славянский район представляли 19 воспитанников спортивной школы «Изумруд». По итогам соревновательного дня на счету славянских спортсменов две медали. Елена Татаркина стала серебряным призером, а Зинаида Даткова – бронзовым. Тренируют их Наталья Пивнева и Андрей Осинцев. Стоит отметить, что в этот день ни одна команда не осталась без заслуженных наград. Само участие в соревнованиях для паралимпийцев – это уже победа и пример настоящей силы духа, достойной уважения. Анна Монастыренко, Константин Монастыренко, программа «События».